Я Дэйв Макклер, основатель 500 стартапов. Мы занимаемся инкубацией стартапов в Силиконовой долине, штат Калифорния. Мы инвестируем в компании в США и по всему миру, и за последние три года вложились более чем в 500 разных компаний. Раньше я руководил FB Fund, инвестиционным фондом Фейсбука, который Founders Fund и Excel создали, чтобы инвестировать в приложения для Фейсбука. Классное было занятие. Я вложил деньги в 20 с лишним компаний. Одна из них стала Wildfire Interactive. Ее недавно купил Google за 350 миллионов. Другая это Ask Rabbit, у них здорово идут дела. Еще одна Lyft, конкурирует сейчас с Uber, и у них тоже все отлично. И это же здорово. Видишь, как компании, в которых работало всего несколько человек, которые делали очень простые программы, растут, становятся огромными компаниями, которыми пользуется множество людей. Чего в нашем бизнесе венчурных инвестициях странно, это то, что этому занятию уже 30-40 лет. И все это время мы призываем компании автоматизировать процессы, ставить глобальные задачи, масштабироваться, а сами этим советам не следуют. Большинство компаний, занимающихся венчурными инвестициями, не международные, не автоматизированные и масштабируемые. Может, они распоряжаются серьезными деньгами, но все равно каждый из партнеров делает обычно одну-две инвестиции. И это не особо умный, инновационный, креативный способ вести дела. Рынок технологий поменялся за последние 10 лет. Затраты на проекты сократились. Стало легче доносить свой продукт до потребителей. IT-бизнесы стали эффективнее, и их стало легче монетизировать. А мы, инвесторы, на эти изменения особо не отреагировали. И чего мы пытаемся добиться, это возможности инвестировать не в 500 стартапов, а в 500 тысяч стартапов. Мы считаем, что на планете есть как минимум миллион, а то и 10 миллионов человек, которые могут построить бизнес с прибылью в 10-20 миллионов долларов в год. И инвестировать в этих людей надо на той стадии, когда еще нет никаких признаков того, что их идея будет успешной. Иногда надо выписывать чек еще до того, как ты понял, что человек талантливый. До того, как стало очевидно, что идея гениальная. И когда начинаешь так инвестировать, когда к тебе начинают приходить люди, ты сам начинаешь учиться, понимать, как инвестировать умнее и эффективнее. Исторически США и англоязычный мир составляли большую часть рынка софта. Порядка 80%. Сейчас ситуация меняется. Фокус сместился в сторону стран с большим населением. Бразилия, Индия, Китай и Россия. Я думаю, что на этих рынках, если предприниматели достаточно разумно работают и хорошо знают свой рынок, они могут строить очень успешные компании и на равных соревноваться с американскими гигантами. План Б на сайте rbk.ru Субтитры создавал DimaTorzok